Япония отличается не только высоким уровнем роботизации, но и невероятно трудолюбивыми людьми, которые нередко живут по 100 лет, но также изобретательностью в бизнес-идеях. Именно поэтому ролик будет посвящён шести интересным бизнес-идеям, прямиком из высокоразвитой и загадочной для многих Японии. Смотри видео до конца, ведь некоторые из идей предпринимательства ты сможешь реализовать. А мы переходим к топу, чтобы не тратить твоё время понапрасну. Магазин одной книги. Надеемся, что ты любишь читать, ведь книги позволяют развивать мышление, креатив и многому учат. А в бизнесе это крайне важное качество. И у создателя магазина одной книги все эти качества были, ведь его идея стала крайне популярна. Суть крайне проста, в комнате ровно посередине стоит стеллаж, а на нём расположена единственная книга. Конечно, на складе у тебя будут лежать эти же книги в большом объёме, которые ты будешь продавать. Благодаря ажиотажу и необычной идее спрос на такую книгу появится. Юбка с подсветкой. Выделиться любят многие, и если люди в возрасте больше внимания уделяют удобству и комфорту, то молодёжь всегда отдаёт предпочтение броскому внешнему виду, и в Японии задумались об этом, создав светящуюся юбку. Идея крайне проста, и ты сможешь реализовать её без вливания огромных финансовых затрат. По краям юбки изнутри устанавливаются светодиодные ленты, которые питаются плоскими батареями, незаметно расположенные рядом с поясом. Идея проста и уникальна, так что ты сможешь её легко реализовать. Антистрессовая кнопка. Японцы отличаются трудолюбием, а вместе с этим идёт и стресс, поэтому антистрессовые кнопки обладают высокой популярностью. Необходимо просто подключить её к компьютеру, и при нажатии на экране будет появляться лицо человека, по которому можно наносить удары, нажимая на эту кнопку. Также такое устройство служит клавишей Enter, и по ней можно как следует ударить, тем самым сняв напряжение. Тебе остаётся лишь закупить партию таких товаров и начать реализовывать. Жидкие перчатки. Звучит довольно круто, согласись, а это уже половина успеха в коммерции. Достаточно просто нанести гель на руки, и через некоторое время он образует защитную плёнку, которая не стесняет движений и отлично подойдёт для домашних дел и для работы в саду. Реализовать такие инновационные перчатки можно через Инстаграм, грамотно подобрав целевую аудиторию для рекламы. Капсульные отели. Думаю, ты уже слышал о подобном варианте бизнеса, так как о нём говорят многие. Но во многих ли городах ты видел подобное? Скорее всего, в твоём городе капсульных отелей нет, а значит и конкуренция минимальна. Бизнес стоит запускать только в городах-миллионниках, так как лишь в этом случае он будет рентабелен. На небольшом пространстве тебе потребуется создать спальные камеры, где будут розетка, свет, звукоизоляция и кондиционирование. Организовав такой отель у вокзала, ты получишь приток постоянных клиентов. Моргающие очки. Такие очки созданы для того, чтобы глаза человека, сидящего за компьютером, не уставали и не иссыхали, а от того не портилось зрение. Через очки в определённые промежутки времени посылается электромагнитный импульс, благодаря чему происходит принудительное моргание. Для человека этот импульс незаметен, но он заставляет непроизвольно моргнуть и тем самым уменьшает нагрузку на глаза. Ты наверняка понимаешь, что реализовать такой товар не составит труда среди геймеров и офисных работников, достаточно лишь предложить товар. На этом топ бизнес-идея из Японии подошёл к концу, но в завершении не забудь подписаться на канал и оценить видео лайком, если оно тебе понравилось. Также смотри другие ролики, а с тобой мы увидимся в следующих видео. Спасибо за внимание и до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok